Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать книгу Судей Израилевых, седьмую книгу Священного Писания Ветхого Завета. Читаем мы книгу Судей в переводе Российского библейского общества. Сегодня у нас пятая глава. Напомню, что книга Судей описывает очень сложный, очень смутный период в истории древнего Израиля. После того, как израильтяне 40 лет ходили по пустыне, наконец они вошли в обетованную землю, Эта территория была населена большим количеством жестоких народов, которые исповедовали разные формы язычества, очень часто связанные с особой жестокостью, с кровью, с человеческими жертвоприношениями. И вот с такими соседями пришлось столкнуться еврейскому народу в обетованной земле. И этот период вплоть до установления царства, вплоть до царя Саула, потом Давида, и называется периодом Судей. И описан он вот здесь, в исторической книге, книге Судей Израилевых. Мы помним, что есть некоторый такой повторяющийся цикл, когда народ еврейский верен Богу, когда живет по тем заповедям, которые Бог дал народу через пророка Моисея, то наступает богогаденствие, мир, тишина, враги отступают. Но через какое-то время такого мирного существования народ уклоняется от веры истиной, начинает увлекаться какими-то языческими ритуалами, соблазняется какими-то культами, какой-то жизнью, которая принята у соседей, и тогда помощь Божия отступает от Израиля. И Израиль оказывается оккупирован, или какие-то части территории, какие-то колена оказываются под оккупацией врагов. Четвертая глава повествовала о подвигах Деворы. Среди судей Израилевых была женщина Девора, пророчица, которая судила, правила судья. Мы помним, что это не только тот, кто рассуживает, кто прав, кто виноват, это тоже входило в обязанности судьи. Но в более широком смысле это слово употреблялось как вождь, предводитель. И вот одним из таких вождей оказалась женщина Девора. И под ее руководством Израиль победил в очередной раз своих врагов. И в том числе предводитель вражеского войска Сесера был убит, причем таким бесчестным образом, не на поле брани. Он бежал, скрывался, забежал в шатер к одной женщине, которая вроде бы как очень ласково его приняла, напоила молоком, и когда он задремал после всех своих, после сражения, после бега, бегства, точнее, то она взяла колышек, которым шатер закрепляли в грунт, и пронзила этим колышком, взяла колышек, взяла молоток и пронзила голову своего врага. Вот таким образом погиб Сесера. Не на поле боя, не от руки мужчины, не от боевого оружия, а хитрость этой женщины и такая уверенная жестокость, можно сказать, но по тем временам вот это считалось подвигом. И вот пятая глава продолжает эту тему и представляет из себя вся песнь Деворы. После того, как произошло это сражение, Девора воспела песнь Богу. Мы знаем, что в Священном Писании, в Библии есть много таких песней, обращенных к Создателю. И Моисей воспевал песни, которые вошли в текст соответствующих книг Священного Писания. И, скажем, пророк Иоанн в очреве Китове, и три отроков пищи в Вавилонской, и много других из примеров таких песней. Эти песни составили основу канона, такой жанр из христианской гимнографии, вот на каждой утренне, когда совершается богослужение под названием «Утрення», сердце утреннее — это во многом канон, и канон основан, каждый, любой канон основан именно на этих песнях Священного Писания. И эти песни есть и новозаветные, но большинство из них — это ветхозаветные песни. Вот одна из этих песней — это песнь Девора. Ученые, такие даже неверующие, которые как светские ученые изучают Библию, говорят, что этот фрагмент текста, вот эта пятая глава книги «Судзи Израилевых», это одно из древнейших мест вообще во всем тексте Священного Писания. Это самая-самая древняя еврейская поэзия, богудухновенная, как добавим мы, верующие люди. И текст этой песни очень сложен перевести, его очень сложно, не всегда понятно, что имеется в виду вот в древнем тексте. Так, чем более древний текст, чем чаще он такой более темный, менее понятный для нас. Вот, но мы читаем, конечно, в русском переводе, хотя понимаем, что это достаточно условный перевод, что оригинал трудно переводим. Итак, пятая глава книги «Судзи», песнь Девора. «В тот день Девора вместе с Бараком, сыном Авианама, пела такую песнь». Барак — это военачальник, которого Девора отправляла на это сражение, и он сказал, без тебя не пойду, с тобой пойду. Пошел с ней, она ему сказала, хорошо, я пойду с тобой, но тогда слава победы тебе не достанется. Так и случилось. Итак, песнь. «За то, что Израиль вожди повели, за то, что народ в ополченье идет, благословите Господа. Внимайте, цари, услышьте, владыки, я буду петь, о Господе петь, я восславлю Господа Бога Израиля». Вот это чисто библейское такое настроение. Казалось бы, кого надо прославлять? Саму себя, победительницу, воительницу, тех вождей, которые возглавляли отряды израильтян в этом сражении. Девора по-другому поет. Могла бы петь, «Пусть во все века люди запомнят наши славные подвиги, как мы победили врагов». Нет, она говорит, «За то, что Израиль повели вожди, за то, что народ в ополченье идет, благословите Господа». Бог дает вдохновение и силу ей и другим вождям Израиля. «Когда ты шел из Сеира, Господь, когда ты шел из страны и дом, содрогала земля, с небес ливень лил, облака проливали дождь, горы дрожали пред Господом Синайским, пред Господом Богом Израиля». Вот такое описание. Вот Бог идет, и горы дрожат, ливни льют, природа содрогается. Это, конечно, притча. Этими словами Девора хочет показать, как велик Господь. Вся земля, вся природа содрогается, когда приближается действие Божие. Конечно же, Бог есть Дух. Бог не какой-то исполин, который топает под землей, вот от этого происходят те или иные, он такой сильный, большой, тяжелый, что горы трясутся. Конечно, нет. И древние евреи, и мы одинаково исповедуем, что Бог есть абсолютный Дух, у Него нет никакого тела. Но как описать действие Божие вот таким притчевым образом? Бог настолько силен, настолько славен, что вся природа содрогается и сотрясается, когда Бог идет, хотя у Него нет ног, Он не может идти, как человек или как какое-то другое существо, имеющее тело. Но когда Он приближается, то вот такое действие происходит. И чуть позже в другой книге Библии, в Апсалтире, очень много вот что-то подобного о Боге говорится. Ты прикасаешься к горам, и они дымятся. Горы дрожали перед Господом Синайским, перед Господом Богом Израиля. Почему Синайским? Да потому что основа веры Израиля это тот договор, который был осуществлен между Богом и людьми, когда Моисей поднимался на гору Синай. Когда вышли евреи из Египта, стали стадом у горы Синай, Моисей вошел на вершину этой горы, туда, где мрак и облако, и вот там он получил скрижали заповедями, там был установлен Ветхий Завет. Довора помнит об этом и называет Господа Богом Синайским. «Во дни Шамгара сына Анат, во дни Иоэля опустили пути, путник шел окольной тропой, вождей у Израиля не стало, так было, пока не появилась ты, о, девора, мать Израиля!» Ну, прославив Бога, она теперь уже прославляет и сама себя. Что было? «Опустили пути, путник шел окольной тропой, и вождей у Израиля не стало». Что это такое? Это описывается вот эти годы бедствия, когда враги завладели всем. Нельзя было по дороге идти, ты мог попасться в руки врагов. Приходилось идти окольными тропинками какими-то, чтобы тебя не видели и не знали. Вождей не стало. И вот так было, пока не появилась ты, о, девора, мать Израиля. Новых богов избрали, и вот война у ворот. Что же не видно, счетов и копий у сорока тысяч израильтян? Продолжается описание вот этой беды, которая растянулась на многие годы. И указывается, почему она случилась. Потому что избрали новых богов вместо бога Израилева, вместо бога Моисеова, Авраама, Исаака, Иакова, отцов Израиля. Стали поклоняться новым богам, богам Филистимлен и других соседей, языческим богам. И вот война у ворот. Следствие отпадения от бога – это война. Что же не видно, счетов и копий у сорока тысяч израильтян? Почему же израильтяне не сражаются с врагами? Почему они поддаются, принимают на себя это иго? «Ликует мое сердце о правителях Израиля, о народе, что идет в ополчение. Благословите Господа! Вы, что едете на ослицах белых, вы, что сидите на чепраках, вы, что по дорогам идете, вознесите хвалу. Голоса погонщиков у колодцев там о победах Господа поют, о победах его вождей, вождей Израиля». И вот, описав эти годы бедствий, Девора воспевает сопротивление, которое началось. Благодаря Богу Господь вдохновил людей вернуться к истине вере и сражаться с врагами. Народ Господа подошел к воротам. «Воспрянь же, Девора, воспрянь! Воспрянь и пой песнь! Барак, авианома, сын, пленника в плену води! Уцелевшие витязи пришли, народ Господа явился на подмогу ему. Пришли воины. Шли воины Ефрема, чьи корни в Амалеке. За тобой среди отрядов твоих Вениамин. Шли те, кто стоит во главе Махира, и те, кому вручены жезга вожди из вагона. Вожди из Сахара с Деворой. И Сахар верен Бараку, вслед за ним устремился в долину». Девора перечисляет те колена Израиля, те племена, которые пошли на эту войну, которые сражались. Восхваляет их, тех, которые пошли, чтобы сражаться за свою свободу, за свою независимость, за свою веру, за своего Бога. А роды Рувима в глубоких раздумьях. Что ж ты сидишь между кострищ и слушаешь дудку пастушью? Да, роды Рувима в глубоких раздумьях. Глад за Иорданом живет. Зачем Дан поселился на кораблях? Асир обитает на морском берегу, у заливов живет. Вызов смерти бросает Завулон, и с ним не фалим, высоко в полях. И вот вышли на битву цари, цари Ханаана вышли на бой, при Наахе, у вод близ Мегида. Но не досталось им серебра. Перечислив те племена, которые сражались, которые воевали, которым досталась победа, Девора упоминает, и те колена, те племена, которые не пошли воевать на эту войну, те, которые остались дома, Рувим, Дан, Глад, Асир, предпочли жить своей мирной жизнью, потому что их не касалось напрямую это бедствие, и они не пошли защищать своих братьев и сестер на эту войну. Их Девора осуждает. И вот вышли на битву цари. Вступили звезды небесные в бой, Разили сорбить своих сэсэру, Врагов сметает река Кишон, Древняя река река Кишон, Ярость моя, Попирай вражью мощь, Стучат копыта, Стучат, Несутся их жеребцы, Предайте проклятию Мероз, Ангел Господень повелел, Прокляните живущих там, Не пришли они на подмогу Господу, Не пришли ему на подмогу, Их воины. Девора описывает это сражение и говорит, что небо помогало воинам Израиля. И проклинает вот тех жителей, которые были там, И как бы нейтралитет такой сохраняли, Не помогали воинам Израилевым В этой войне. Благословена среди женщин Жена Хевера Конея Яэль. Среди женщин, Живущих в шатрах, Благословена она. Гость попросил воды, Она подала молока В чаши достойной витязи, Сливки ему поднесла. Яэль — это та самая женщина, Которая убила спасающегося бегством ССРУ, Предводителя вражеского воинства. И вот он к ней попросился, Попросил воды, Она дала ему молока, Пригрела, усыпила и убила. Гость попросил воды, Она подала молока В чаши достойной витязи, Сливки ему поднесла, Взяла она колышек в руку, Молоток работников в десницу, Ударила ССРУ И голову разбила ему, Пробила, Прогомила висок, У ногу ее рухнул, У пал лежит, У ногу ее рухнул, Пал, Рухнул на месте, Мертвым упал. Глядя в окно, рыдая, Говорит мать ССРУ, Что ж не видно его колесниц, Что ж не слышно топота коней? Отвечают ей умные женщины и свиты, И сама она отвечает себе, Добычу взяли и делят меж собой, По девке на каждого, А то и по две. У ССРУ добыча цветные ткани, Добыча цветные, Узорные ткани, Пара одеяний узорных у него добыча. Как бы издевается Довора над близкими ССРУ. Вот он не возвращается, И, наверное, они говорят, Почему он медлит? Потому что везет огромную добычу После победы над Израилем. А как еще могло быть? Как Израиль мог проиграть? Девок, Ткани, Золото, Золото, На самом деле не так. Он побежден и пал от руки женщины. Да погибнут так все враги Твои, Господь, А кто любит его, Подобно солнцу, Восходящему в силе своей. Вот такая песнь Довора. Заканчивается пятая глава словами. На 40 лет в стране воцарился покой. Вот после победы Довора, После гибели СССР, После всех этих драматических событий, 40 лет евреи были верны Богу, Господу, Синайскому, И в стране был покой. Вот такая песнь представляет из себя Пятую главу книги Судей. Это, как я уже сказал, С точки зрения светских ученых, Древнейший вообще фрагмент Текстов Сущенного Писания. Это очень древняя, Очень глубокая И не очень понятная поэзия. Мы читали песню Довора, Читали пятую главу Книги Судей В переводе российского и библейского общества Для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok